Тулеев, Аман Тулеев, я не могу не обсудить его, тем более, что он наградил меня таким классным именем. Напомню, на сайте ЗАГС Собрания Кемеровской области вышел целый пресс-релиз о том, что различные федеральные и региональные СМИ интернет-издания целенаправленно оскорбляют и дезинформируют о деятельности Амана Тулеева. Таким образом, они, очевидно, отреагировали о нашем ролике, потрясающей госдаче Амана Тулеева. И это такая действительно впечатляющая штука. И я искренне не понимаю, почему у Амана Тулеева должна остаться эта государственная дача. Давайте буквально несколько секунд посмотрим. Напомню, хочу, чтобы вы посмотрели еще раз на этот. Там не то, что дача огромная, она относительно небольшая, просто там все сделано так, что он все в несколько домов перенес. Там участок земли совершенно огромный, потрясающий, несколько секунд Тулеева. Три дома общей площадью больше тысячи квадратных метров видны полностью, еще несколько домов видны по краям кадра. Это вообще такая уникальная особенность Тулеевской резиденции. Вместо одной большой многоэтажной дачи он построил много одноэтажных. Всего мы насчитали на территории 12 жилых домов. Это как вот собственная деревня. Через всю территорию резиденции проходит дорога. Ее протяженность почти один километр. Мы рассмотрели ее внимательно. И это, наверное, лучшая дорога во всей Кемеровской области. Я действительно считаю, что то, что произошло с Тулеевым, это прямо публичное и циничное оскорбление всех нас. Он ушел в отставку. Он был вынужден уйти в отставку под давлением людей. И случилось что? Его вернули, ну не в то же буквально кресло, а просто в соседний кабинет. Он теперь председатель законодательного собрания. Я в прошлой передаче говорил о том, что он может стать. Но все-таки я до конца не верил, потому что даже Единая Россия, Сергей Неверов, руководитель исполкома Единой России, говорил о том, что он считает, что это неправильно. И люди этого не поймут. То есть даже единоросс, которому в целом, конечно, на людей плевать. Между прочим, Неверов из Шахтерского региона. Он даже говорит, ну как так нельзя же. Вот там только что многие погибшие. И Тулеев оскорбил родственников этих погибших. И он сидит там 28 лет. И он все развалил. Если вы были в Кемеровской области или живете в Кемеровской области, вы видите, что это прямо в плачевном состоянии находится. Регион, особенно город Кемерово. Новокузнецк еще в этом смысле не выглядит таким прямо заброшенным. А Кемерово, в центре города какие-то покосившиеся чудовищные хибары. Это ужасно. Хотя регион должен быть богатым. Ужасная экологическая ситуация. И вот ты уже почти ушел под давлением и вновь вернулся. Ты стал спикером. И еще и когда кто-то... Ты сохранил за собой эту госдачу. Непонятно на основании чего. Но государственная дача, получается, государство построило дачу, в которой временно живет губернатор. Ты перестал быть губернатором. Какого черта за тобой сохраняется эта огромная дача в огромном лесу? Такого быть не должно. И когда кто-то показывает эту дачу, Тулеев же что сделал, в связи с чем они выпустили заявление на сайте областного совета? Что вот некоторые СМИ распространяют такие видео. И поэтому Тулеев обращается в прокуратуру. Чтобы прокуратура проверила, значит, законность. А потом покарала вот этих людей, которые распространяют такую информацию. Ну то есть это нас. Прокуратура, мы понимаем, как все устроено в Кемеровской области, прокуратура придет и скажет, ну, государственная дача, все по закону. И побежит, значит, предъявлять уже претензии к тем, кто распространяет в интернете эту абсолютно правдивую информацию. Ну, понимаете, если вы, уважаемые жулики из Единой России, так извратили закон, что можно быть губернатором, потом мгновенно стать депутатом и стать спикером законодательного собрания, то оно, конечно, по закону. Но оно разве по-людски? Это разве по-человечески так делать и так оскорблять людей? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Особенно это все омерзительно выглядит на фоне того, каким образом происходит сейчас расследование. Но я в прошлой передаче говорил, что накажут стрелочников. Вся страна говорит о том, что накажут стрелочников. Это уже буквально происходит. Потому что сейчас уже возбудили уголовное дело в отношении командира пожарного звена, то есть того самого пожарника, которого показывали по телевизору непосредственно после трагедии, который там объяснял, как они что сделали. И которого, между прочим, изначально по этому кемеровскому плану вообще они хотели сделать героем. Если вы вот прямо сейчас зайдете на сайт регионального МЧС, там до сих пор висит заметка о том, как вот этот вот Сергей Генин героически спасал там людей, какой вообще он молодец и герой. И сейчас против него возбудили уголовное дело. У него дома провели обыск. То есть вполне вероятно, что этот Генин там плохо тушил пожар. Вполне вероятно, что он действовал как-то не так. Ну, проводить обыск у него дома. Что вы там хотите найти у него дома? Для чего этот обыск? Что вы хотите у него изъять? Каску пожарную? Или тайный план за моей подписью, как нужно плохо тушить пожар или что-то еще? Нет. Ну, это просто такая омерзительная. Наша государственная машина, которая сейчас ищет этих стрелочников, оберегает чиновников. У Тулеева никаких обысков не прошло. У руководства МЧС, которое развалило пожарную охрану, никаких обысков не прошло. Но у этого непосредственно, который бегал там с багром весь, с чумазой, и там пытался кого-то спасти, более добросовестно, не менее добросовестно, но это парень с багром в брезентовой форме и в каске, который бежит где-то рискуя своей жизнью. Вы у него дома проводите обыск и делаете его крайним. Но это просто омерзительно, то, что происходит в Кемеровской области. И я считаю, что вся страна должна за этим следить, и мы должны все друг другу об этом рассказывать, и мы должны постоянно помнить про Тулеева, который в это же время сидит внутри своих этих 15 гектаров леса, значительную часть еще дополнительно, они отхапали незаконно, и продолжается наслаждаться жизнью, несмотря на то, что он-то должен первым попасть под обыски, следствие, а потом под суд. И, кстати говоря, основная вещь, да, огромное спасибо всем, кто перечислял в позапрошлой передачи деньги на пожертвования. Сейчас я вам покажу расписки. Мы передали собранные 500 тысяч рублей двум семьям, у которых в пожаре погибли дети. Эти семьи из поселка Трещевский. Ну, то есть, сами понимаете, что люди, которые живут даже не в Кемерово, а где-то там в области, у них еще большие там финансовые проблемы, которые, конечно, эти финансовые проблемы, это ерунда на фоне чудовищной семейной трагедии. У этих людей сломано жизнь навсегда. Но, наверное, хоть какие-то бытовые вещи им сейчас будет проще решить с помощью всех нас.